Приветствую вас, братья и сестры. Друзья, сегодня о семье, тема. Вы знаете, каждый раз, когда тема о семье, я вот так думаю, наверное, здесь собираются самые счастливые. Недавно в Белгороде предложили провести. Получилось так, что в обед была встреча с молодежью, много молодежи, а через три часа встреча с семейными. И вот молодежная закончилась, подходит одна сестра, Иван Михайлович, помолитесь, пожалуйста. Хочу замуж, очень хочу замуж. Но я в глазах вижу, хочу быть счастливой. Ну, хорошо, я первый раз хотя вижу ее, говорю, помолимся, конечно, помолимся. А так через полчаса собираются семейные. Думаю, вот они сейчас, наверное, самые счастливые. Ну, вот когда-то, ну, кто-то 20-30 лет назад искал, наверное, самую лучшую. Александр, даже самую лучшую искал. Ну, вот среди всего мира искал самую, ну, не самый же плохой же сделал предложение, правда? Искал лучшую. И этой лучшей сделал предложение, да? И самой лучшей, ну, надеялись, что будет жизнь самая лучшая, да, у нас. И мы теперь самые лучшие живем, да? Вот. И я думаю, что действительно, друзья, тема у меня как раз вот пись восхождения, что семья, она вообще должно быть писью восхождения. Не падение, не уныние, а вообще восхождение. Брат мой говорит, что он на сочетании уже не говорит такое, что браки христианские нерасторжимы. А я почему-то всегда говорю. Я говорю всегда, браки христианские нерасторжимы. Ну, я не против его, а само мысль, это почему? Расторгаются не христианские. Расторгаются те, кто лицемерят, те, кто подделываются под христианскую, пусть даже члены церкви. Они, в первую очередь, сначала перестановятся быть христианами, а потом распадаются браки. А если они христиане, если Господь в центре, они никогда не распадаются, эти браки. Я в это верю и это знаю. Так Слово Божие говорит. И я еще хочу, друзья, сказать, что, знаете, мы действительно счастливы. Бог вообще семью создал для счастья. И мы счастливы. Но я думаю, что мы не до конца это осознаем и начинаем, поздновато мы в это начинаем понимать. У нас родная сестра моей жены похоронила мужа две недели назад. Месяц назад мы встречались с ним. Он здоровый, крепкий, 31 год. Крепкий брат, ничего не предвещало какой-то беды. Планы, намерения, состоятельные. Есть дом, машина у него, у жены машина, материальный достаток. Все. И две недели, и его нет. Его нет, она в ожидании четвертого ребенка. Через несколько месяцев должен родиться четвертый ребенок. И я сейчас вот смотрю ее заставки на телефоне. Знаете, его фотография и раздирающие душу слова. Дорогой, начинается день, а тебя нет. Ну и каждый день меняются они. Я о чем подумал. Я так подумал, что если бы ты эти слова сказал бы ему живому, хотя бы раз в месяц, насколько вы были бы счастливы, почему ты поняла это только тогда, когда его не стало? Почему так поздно? И я задался вопросом для себя. Вообще я ценю? Дорожу ли? Неужели мне ждать тогда, когда это будет уже поздновато? Недавно был у одного человека, который жену похоронил. Ну и повторно женился. Ну и живут вроде хорошо. Но с ним разговариваешь, и у него постоянно, а вот Анечка поступила так. Первую жену вспомнила, а вот Анечка. Мне уже как-то и неудобно. Хочется сказать, ну неприлично. В присутствии второй жены, я думаю, прошли уже больше десятилетия. Прошли, а он все равно. А вот Анечка. Вот думаешь. А вот когда она жила, я не знаю, вспоминал ее как Анечку. Я знал, что иначе были взаимоотношения, иначе были разговоры. И вот, друзья, мне очень хочется вместе с вами тоже порассуждать о семье, как действительно о пути восхождения, который должен быть в христианской семье. Когда мы вступили в брак, мы были счастливы. Но сегодня наше счастье должно быть больше. И скажу, что это Бог так определил и в христианской жизни. Когда мы покаялись, у нас были определенные взаимоотношения с Богом. Наши взаимоотношения Бог окоприл, что с каждым годом должно больше и больше расти. И это нормально. И когда они не растут, это очень плохо, это печально. Тогда, когда говорят, вот, спрашиваешь человеку пожилому, как ваша жизнь? Вот, когда мы были молодыми, а сейчас? А сейчас старость не радость. Я говорю, плохо, плохо. А сейчас старость должна быть радость, радость. Но я это говорю, друзья, я сам думаю, а мне это кто-то скажет или нет? Потому что у нас в этом году мы похоронили одну сестру, которая родилась еще при царе в 1916 году. Ей 104 года. И она была очень счастлива. Каждый раз, когда я к ней приходил, я сам наполнялся, знаете, такой благодатью. Все родственники, все неверующие, а она счастлива в Господе. Ее молитва для меня была благословение. Заканчивали встречу, она всегда неизменно говорила, мои молодежи, привет. А я знал, молодежи это кто? Тем, кому за 80 в церкви, это ее молодежь. Вот им привет. Передавал им привет. Они уже все такие дряхленькие, с палочками. Это ее молодежь. А она бодрая, живая. И так же отошла в вечность. Но я к чему хочу сказать? Человек пришел к старости, и для него это радость. Жизнь закончена. И закончена не зря. И прошла для определенной цели. Я думаю, друзья, оно тоже нам очень хорошо, когда мы знаем, для чего мы живем. Знаем, что то, для чего мы живем, мы выполнили эти намерения. Вот у меня, вчера дочь мне звонит, у нас десятый внук у нее родился, которого я еще не видел. Они за 5000 километров живут, и говорят, папочка, завтра утренном на собрании мы будем благословлять. Помолись, пожалуйста. Кстати, сейчас вот заканчивается у них собрание утреннее, вот и молятся над моей десятой внучкой. Говорю, обязательно, обязательно я тоже помолюсь. И думаю, у нас получилось так. В этот год, за 12 месяцев, 4 брака. И я неожиданно из многодетного отца стал вообще, не понять кто, с двумя детьми остались из десяти. И думаешь, это надо сейчас привыкать к новой системе. Растут внуки, за которых надо, уже воспитывать же их нельзя, да? За них надо молиться, подарки давать, молиться за родителей, чтобы им Бог умадал. Воспитание детей, чтобы, ну и много-много другое. К новой системе у нас сейчас такая вот новая сейчас перестройка в новую систему. Ну и то, и это тоже должно быть путем восхождения, да? Ну хорошо, я прочитаю, друзья, этот псалом, а потом мы еще порассуждаем. Псалом 126, я полностью здесь, псалом из пяти стихов, я полностью его прочитаю. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не сожидит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа дети. «Награда от него – плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажень человек, который он наполнил, ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в вратах». Вот, друзья, вот действительно эта песть восхождения. Я вообще не знаю, когда у Соломона началась эта песть восхождения, потому что у него был период в жизни, который я бы никому не пожелал, ни себе, никому другому, да, который он обозначил одним – суета, суета, все суета, да, пока вместе с его в жизни не пришло момент покаяния, и он сказал – выслушаем сущность всего. Но, а последствия, конечно, были очень печальные. Печальные и в детях пожинали. Но в жизни своей он понял, что все-таки в семейной жизни должна быть песня восхождения. Что такое вообще песня восхождения? Друзья, вы слышали такое выражение? Не жизнь, а песня. Песня, да? Это что-то такое торжественное, что-то возвышенное, что-то прекрасное такое. Тем более это не просто песнь, а сказано – песнь восхождения. Но что это значит восхождение? Я так представляю, что восхождение, когда ситуация улучшается. Тогда, когда чувство увеличивается, любовь возрастает, да, все становится прекрасно в жизни, во взаимоотношениях с детьми. И Господь очень хочет, чтобы наша жизнь такая была. Песни восхождения, восхождение. Я не говорю, что у нас, значит, у нас не должно быть материальных недостатков или же со здоровьем всегда все правильно. Но я смотрю на родителей моих. Например, отец у меня пожизненно был инвалидом второй группы. Он половину моей жизни, когда я был еще в семье, провел в тюрьме за Господа. Но тогда, когда подошел время его перехода в вечности, он говорит – я самый счастливый. Я вообще не пойму, почему меня Бог так осчастливил в жизни. И действительно, по-настоящему я знал, что он был счастлив. И это он нам тоже передал. И вот, друзья, очень хорошо, когда ситуация в нашей семье с каждым годом увеличивается. Ведь Господь нам для этого все дал. Его жертва на Голгофе, Дух Святой нам дал. Но у нас есть церковь, у нас есть вот эти беседы, где мы можем друг друга наставлять, друг за другом молиться. Столько благодати, литературы, как никогда, и дисков, и проповедей, и бесед. Что нам еще не хватает для того, чтобы быть счастливым? Что нам еще не хватает? Наверное, только эгоизм. Только эгоизм. Единственное, что нам мешает – быть счастливым. Итак, друзья, конечно, кто-то говорит, помню, одному брату говорю, «Как у тебя жизнь?» Говорит, «Было бы хорошо, но только приходится крест нести». Говорю, «Ну, всем нам приходится нести?» Говорит, «Да нет, на кресте еще сидит теща». Говорит, «Да не бесправляйте, теща, у тебя есть жена». Я так представляю, для кого-то это не петь восхождение, а какая-то такая, я так образно представляю, какая-то телега, которую он тяжко носит, мне кажется, она без колес, и он тащит, и в этой телеге и жена, и дети, и долги, и проблемы, и все остальное. А для кого-то это петь восхождение. Еще хуже тогда, когда жена тащит эту телегу. Итак, друзья, какие условия для того, чтобы жизнь семейная была петь восхождение? Я хотел бы вот из этого псалма выбрать пять таких условий, которые мы могли бы сейчас вот обратить внимание, проверить, как у нас. И если она у нас, а не правильная, значит, у нас будет жизнь песня восхождения. Это обязательно, потому что так обещал Господь. Итак, первое условие, друзья. В центре семьи Господь. Если Господь не садишь, где там три раза говорится напрасно, да? То есть центр жизни Господь. Я скажу, что, друзья, еще ни разу я не слышал такой семьи, где бы центром жизни был Господь, и бы они сказали, что неразрешимые проблемы, или семья распадается, или еще что-то. Не бывает такого? Не бывает. Прежде чем начинаются проблемы неразрешимые, или семья распадается, Господь перестает быть центром этой жизни. Они перестают покоряться Господу. Эта семья перестает быть христианской. Она становится безбожной. И после... Хотя они остаются членами церкви. Не сразу мы их отлучаем. Иногда бывает, что надо было бы отлучить, да не за что. Вот. А в то же время они в душе своей, они перестают быть богобоязненными. И скажу, что, друзья, вопрос, является ли Христом центром моей жизни, это не слова, это не название. То, что мы напишем текст, я и дома будем служить Господу, или еще какие-то красивые слова. Вот. Это нечто большее. Это моя внутренняя позиция. Кто для меня Господь? Кто для меня Господь? Действительно ли Он тот, который может управлять, перед которым я должен смиряться, который может меня поставить на место, и перед которым я должен просить прощения, каяться, если я хочу действительно иметь с Ним правильные взаимоотношения, смиряться. Мне очень запомнился этот пример, который я много раз себе вспоминаю, как причину для того, чтобы Христос был центром семьи. Жили две семьи рядом. Одни очень дружно, а вторые постоянно ссорились. Христианские семьи, да? И вот одна, там где ссорились, жена говорит, может, слушай, ты пойди послушай, в чем дело? Почему они такие хорошие? Почему там им так хорошо живется? И он подошел, послушал, и картина такая была. Она моет пол, он выходит, дверь открывает, и дверью ведро переворачивает, разлилась вода. Он говорит, ой, извини, дорогая, я виноват. Она говорит, не-не-нет, это я виноват, прости, сейчас я все-все-все уберу. И этот, который подслушивал, возвращается, говорит, я все понял. Жена говорит, что ты понял так быстро? Говорит, да я все понял. У нас в семье все правы, а у них там все неправы. Из-за этого им все хорошо живется. Потому что они все... Друзья, я думаю, что это одна из важных моментов. Тогда, когда я такая величина, что ошибаться не могу, каяться не умею, тогда у нас всегда будет плохо. Будет очень плохо. И тогда, когда я умею каяться, могу признавать свои ошибки, говорить о них, просить прощения, Бог исправляет в нашей жизни. Нет такой проблемы, которую Бог не смог бы разрешить в нашей жизни и расставить все свои на места, если мы научились покоряться Господу. Я вспоминаю, в моей жизни у меня многократно было... Ну, как Господь нас воспитывал? Получилось так, что тогда, когда после нашей свадьбы через короткое время меня рукоположили, и сразу же нам предложили переехать за пять тысяч километров на служение. Ни папы, ни мамы, ни родины, ни близких, никого. Развал Советского Союза. Это 89-й год. Тогда не поймешь, какое гражданство у тебя, какой у тебя паспорт, как зарабатывать. Ну, вот все, кажется так, неустройство. Но в то же время для меня однозначно был принцип. Господи, если я хочу счастья, я должен тебе быть послушным. А раз Господь хочет, чтобы переехали, значит, переезжаем. И это однозначный у вас вопрос. У нас вопрос семьи. Получилось так. Мне, порой, братья предложили переехать, когда я был в дороге на служении. И я переехал в Алмату, и я ей по телефону говорю, дорогая, ты собираешь ребенка, я через три месяца приеду, заберу вас, мы переезжаем в Алмату. Говорит, а где это такое? Я говорю, я сам еще не знаю, куда я попал. Я здесь первый раз в жизни, и не знаю, что. И она без разговоров. Не было такого. Не, а я не согласна. Или мы иначе. А почему у нас не было? А потому что мы знали однозначно. Хочешь благословения? Должно быть послушания. Послушания Господу. Помните, как в этом стихе? Ты отказался от труда, и кто-то прежде незаметный. И это принцип жизни, который мы унаследовали от наших родителей. Мы знали, что родители готовы были умереть, но Господь был в центре. Послушание Ему превыше всего. И я тогда говорил, Господи, я вообще сейчас без родной церкви, без родственников, кто мне будет воспитывать? И Господь занялся нашим воспитанием. Я когда приехал уже за ней, назад с самолетов только сошел, у меня началась такая болезнь, что вообще непонятная. Я сказал, что я уже умираю. Несколько недель не кушать, ничего не могу. И жена говорит, если бы ты знал, потом она мне говорит, если бы ты знал, сколько я Богу обетов дала, пока ты болел. Я Ему пообещал быть самой послушной женой, никогда не препятствовать Ей в служении, принимать всех детей. Ей, я думаю, ни одно семейное бы не заставило и ее столько обещаний дать. Я думаю, а меня Господь по-своему воспитывал. И пригласил служителей тогда, когда ни одно лекарство уже не помогает, пригласил служителя, чтобы помолиться. Правда, я не знал уже, для перехода в вечность или для исцеления, но в любом случае надо было бы помолиться. Вот. Исповедовался. И это было и мое обновление, и у нее обновление. И Господь нас так воспитывал. Но для нас очень важно было, я чему хочу, друзья, сказать, семья устраивается не тогда, когда мы начитались много книжек, все знаем, побыли на семейном, и теперь я умный, грамотный, все, теперь я буду справиться. А тогда, когда Господь центр моей жизни, я говорю, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Тогда, когда я готов покоряться Господу, а Господь говорит, вот жена, люби ее, как себя. Или вот он, муж, повинуйся ему, не потому, что он самый умный, а потому, что я его так поставил. И когда есть страх Божий, тогда и Господь глава, тогда Господь устраивает дом. Братья и сестры, этих примеров, наверное, у вас достаточно. Вы, наверное, вот посмотрите на счастливую семью. Обратите внимание, что это Господь у них в центре их жизни. Вы это заметите, вы это увидите. И тогда, когда Господа не в центре, какие бы умные, способные, талантливые не были, это лицемерие. Это только подделка, что они счастливы. На самом деле, они очень несчастны. Потому что без Бога счастливым быть нельзя. Вот помню, в нашей юности очень часто была эта декламация, молодые вступили в брак, и приходит какой-то путник, постучался, жена была дома, муж на работе, он спрашивает, живет ли в вашем доме Христос? Наверное, вы помните, знаете, эту декламацию. И мне очень нравилась суть, я их десятки раз слышал, но мне так запомнился этот сам принцип. Ну, говорит, муж придет, вы спроси его. И муж приходит, он говорит, ну, конечно, ты сказал, что мы Библию читаем. Он говорит, он не спрашивал, читаете ли Библию. Ну, скажи, что мы на собраниях. Он и этого не спрашивает. Ну, скажи, что мы молимся. Он и этого не спрашивает. Живет ли в вашем доме Христос? Друзья, я хочу сказать, что Христос в центре это не религиозность только лишь. Это не форма обряды, которой мы можем одеться, причесаться, длинную юбку, и многое другое, ходить на собрания. Это все можно сделать. И Господь скажет, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. Кому он скажет? Это те, которые бесов изгоняли, чудеса творили, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это важный вопрос, который, друзья, я думаю, что это может испытать только каждый, лично себя проверив. И если это будет Господь в центре, это, конечно, жизнь будет счастлива. Мы сможем вместе с Давидом сказать, мы же, мы и прошли по прекрасным местам. Второе, друзья, когда читается этот Псалом, некоторые думают так. Если Господь не созидит, напрасно трудятся строящие, напрасно бодрствует страж, напрасно разно встает, значит, рано вставать не надо, бодрствовать не надо, строить не надо, или надо. Друзья, я хочу сказать, ну, если вы что-то не согласны, вы хоть так помашите, что вы не согласны, я понимаю, что в этом отрывке говорится о том, что, несмотря на то, что Господь должен в центре, с меня не снимается ответственность домостроительства, не снимается ответственность бодрствовать. То есть, страж, он должен охранять. Это неправильно, если страж скажет, пусть Господь охраняет, а я пошел спать. Нет, я должен охранять, но Господь должен быть помощником. Я должен строить, но Господь будет моим помощником. То же самое, рано вставать, я должен, но Господь будет помогать. То есть, вот в этом идее. То есть, хочу сделать вывод, что вот эти следующие три условия, они очень важны тоже для семейной жизни. Что имеется в виду? Созидать дом. Созидать дом. То есть, в доме, само собой, порядок не становится. Для того, чтобы дом был, ну, даже в физическом плане, когда мы строим дом, братья, которые уже строили, мне приходилось уже много раз строить свои дома, потом молитвенные дома строить, хотя я по специальности не строитель. Я обращал внимание, что есть определенные законы, которых игнорировать нельзя. И пренебрежение этих законов, они потом очень дорого стоят. Очень дорого стоят. Я вспоминаю, когда в Молдавии мне поручили ответственность строительства, а там очень жестко контролирует архитектура города, и постоянно нужно было комиссии приходили, проверяли. Я помню, сколько раз они говорили, ну, видишь проект, в проекте написано арматура 18-го диаметра, почему ты, говорит, 16-ю поставил? Переделать. Вот, еще раз переделать. Мне казалось, что они придираются ко мне, ко всему этому придираются. А потом, знаете, тогда, когда он был очень большой, тогда, когда были большие нагрузки, когда там землетрясения очень часто было, я так думал, как хорошо, что они такие были у меня придирчивые, да? Вот, друзья, в нашей жизни тоже Слово Божие говорит о том, что каждый, который построил дом, придут воды, налягут на дом, и обратите внимание, только налягут на дом того, кто без фундамента, или того, кто и фундамент имеет? И того, и другого. Нам кажется, но когда приходят беды на дом, нечестивых, это понятно. Мы знаем, за что им. Потому что он нечестивый. А я, Господи, а я же такой хороший. В чем дело? Причем болезни? Причем материальные трудности? Да? Почему еще проблемы у меня? А Господь говорит, будем испытывать твой фундамент. Как ты строил? И, братья и сестры, это очень важно, как мы строим дом, да? Кажется, это мелочи такие жизни. Молитвенный час, который кажется, ну какой молитвенный час? Надо бежать на работу. Какой молитвенный час? Вечером уже голова болит, надо быстрее ложиться спать. Ты можешь это пренебречь, но когда-то придут испытания. Когда ты захочешь, чтобы дети твои были в церкви, но этого не будет. То есть, надо вовремя устанавливать, это касается, в первую очередь, отцов. С самого начала семейной жизни, для того, чтобы строить дом, надо познакомиться с определенными законами строительства. Так же само и семья. Я иногда думаю, вот для того, чтобы специальность какую-то приобрести, которая нужна будет, может быть, ненадолго, человек иногда учится три, пять. Мама мне говорила, я семнадцать лет училась на врача. Я думаю, ради того, чтобы здесь, на земле, специальность, семнадцать лет проучилась. А для того, чтобы семью устроить, сколько времени мы учимся? Нам кажется, мы умные. Я влюбился. Пап, ну что ты понимаешь? Ну я влюбился, это воля Божия. Говорю, нет, сынок. Ну пап, ну я не понимаю, он все понимает, да? Он все понимает. И я вспоминаю, сколько раз бывало так, что, говорю, сыночек, это не пара. Пап, ну, объясняет, что это пара. Говорит, хорошо, мы будем молиться. Молимся. И она отказывает. Он плачет, а мы радуемся. Радуемся. Думаю, пускай поплачет недельку, чем будет всю жизнь плакать. Ничего страшного. Он же не думает, что фундамент надо строить не красивый, а надежный в жизни. Вот, друзья, это очень важные принципы. И они, Бог их не скрыл в Священном Писании. Миловидность, обманчивая, красота и суетная, жена боящаяся Бога, оставил же Бог эти принципы. А нам кажется, что мы умнее. Ничего страшного. Нашел красивую, ничего страшного, все будет хорошо. А Господь не будет хорошо. Будет, как у всех, будет плохо. И вот, друзья, для того, чтобы устраивать семью, очень важно понять, что я ничего не знаю, Господи. Научи меня. Это очень важно в жизни. Для меня, для детей, чтобы тогда, когда придут эти испытания, надежно были. это ставить во главу угла взаимоотношений с Господом, молитвенные часы, воспитание детей, участие в служении и много других вопросов, где есть первостепенные вопросы, которые есть второстепенные, приучать детей к труду. Разве это маловажный вопрос, да? Приходят в церковь. Был у меня случай такой, человек с мира приходит в церковь, и мне говорит, Иван Михайлович, помогите, может, с работой. У меня нет работы. Я брату регенту знаю, что он такой очень хороший прораб. Говорю, возьми его к себе. А он оказался, я наивный такой, простой, а он его спрашивает, слушай, а какая у тебя специальность? Говорит, я могу строить. А что ты можешь строить? Ну, вот пятиэтажные дома. Он говорит, а не надо пятиэтажные. А что ты умеешь делать? Ты кладку умеешь? Нет. А ты умеешь? Нет. А то не... А что ты умеешь? Оказывается, он на бумаге умеет только. Он говорит, на бумаге не надо. Я тебе могу взять, но я тебе могу взять не прорабом, а могу взять подсобником. Будешь месить бетон, тогда еще бетономешалок не было, ну, лопатой мешать. Ты согласен? Не, я же с образованием. А, ну, с образованием, тогда иди попрошайничай, проси, может, может, я что-то даду. И я так думаю, вот приучить вовремя детей к труду, это тоже очень важно. Мне они как-то говорили, мне хорошо, мне наставили вовремя, тогда, когда говорили, что я корову им покупаю или козу, или еще что-нибудь. Они говорят, папа, это не прибыльный бизнес. Я говорю, очень прибыльный. Прибыльный не в том плане, что мы обогатимся, а в том, что он меня, за меня заменяет в том, чтобы вас дисциплинировать, чтобы пол шестого встать, до ста, до восемь километров надо козу прогнать, потом назад пробежаться. Не надо тебе экспандер, вот подай, не надо тебе турник, навоз покидай. И все нормально, все хорошо. Вечером то же самое начинается сначала. И так каждый день, стабильно, да? Вот. А если еще будет молоко, вообще хорошо будет. А это помощь в труде, да? Что дети приучаются. И мне так иногда трудно было смотреть, приходишь кому-то на посещение. Сын здоровый, 18 лет, 11 часов, он еще спит, в 12 часов он глаза протирает, да? Разве это? Я говорю, а что ты его к корове не брошешь? А у него доильный аппарат, корова дает полтора литра, ему доильный аппарат надо. Я говорю, так моя коза дает 6 литров, зачем тебе такая корова? Вот, конечно, я говорю, если сын будет спать до 12. Я к чему это говорю, друзья? Вот строить. Вот если Господь не садишься и напрасно, мы дали ответственность строить. И мы нуждаемся, чтобы Бог нас научил, как устроять принципы, какие в семье, да? Вот, например, как-то я установил принцип, дети, домой возвращаемся, не позже, там когда-то в 10, когда-то в 11 часов. Если кто задерживается, звонит, просит разрешения, я знаю, где находится, и тогда как исключение даем, да? И я скажу, что вот множество таких вот принципов, которые были взвешены вначале перед Богом, женой посоветовался, потом устанавливаем принципы, детям тесновато в этих принципах, но они очень полезны были. В молодежи все смеются над ними, потому что им можно в час и в два приходить. Я говорю, а вам нельзя, им можно, а вам нельзя. Зато потом, папа, ты невыносимый. А потом проходило время, тогда, когда они сейчас сами свои семьи устанавливают, говорят, мы тоже, смотрю, они тоже становятся такими невыносимыми и благодарят Бога за то, что папа был невыносимый. И вот, друзья, это очень важно, чтобы иметь библейское основание и устроять семью на Божьих принципах. В этом мире их нет, этого фундамента вообще. У нас есть библейские принципы, и Бог сказал, что тот, кто строит на Божьем основании, это будет надежно. Следующее, что очень важно, здесь сказано, охранять, да? Если Господь не охранит, напрасно бодрствует страж, страж должен бодрствовать. Что это значит, друзья? Я вспоминаю тогда, когда мы приехали, купили свой дом, домик, или нам брат дал деньги в долг, и первое, что я для себя понял, надо плотный, сплошной забор. Это моя территория, это мое государство, в этом государстве я хозяин, и дети у меня будут в этой территории, да? И скажу, что это очень... Там, я помню, под забором у меня был такой просвет, чтобы сквозняк был немножко воздуха, и когда дети хотели в этот мир посмотреть, надо было лечь на землю и посмотреть на этот мир, что в этом мире там творится. И я помню, много раз были такие случаи в моей жизни, которые я очень благодарен, что Господь меня учил. Приезжали папины сестры, они никогда замужем не были, но они были очень мудрыми в вопросе воспитания. Своих детей никогда не было, они меня когда-то воспитывали, потом мне помогали воспитывать своих детей. И вот, помню, сестра, член церкви, приходит позаниматься с моими детьми на пианино. Она педагог, и вот занимается с одним сыном, а ее сынок, она с сыном пришла, ну, на улице там бегают, и мне тетушка говорит, Ванечка, вот этот мальчик, это негодный мальчишка, в следующий раз, чтобы его не было. Ну, как же, его мама занимается... Это негодный мальчишка, чтобы его в нашем дворе больше не было. Вот посмотри, где он сейчас. Он за домом там со спичками, всякими гадостями говорит. Он твоих детей развратит. Зачем? Эта музыка, она не нужна. Если мама не захочет, пускай сама не приходит. Но детей сохрани от всякого такого влияния. И я скажу, мне оно трудновато было, но я видел, чувствовал, что она права. Она выходит во двор, там забор с соседями, с соседями корейцы, мы жили так мирно, хорошо. И там ровесник девочка, тоже пять лет, и мои тоже погодки, пять, четыре, три, два, один. И вот они через забор играются, игрушками меняются. Она говорит, Ванечка, это мир. Никаких этих нам соседских девочек не надо. Я говорю, а что делать? А сейчас? Пошла, взяла шиферину перед носом этой девочки. Раз. Иди гуляй. Иди себе домой. Детки, идите домой. Все. Мне как-то неудобно было с соседями. Прошло, наверное, месяц или два. Короткое время. Наш проезд, небольшой асфальтированный такой проезд. И мы на улицу вышли, и соседи тоже вышли, тоже с девочкой, с этой же девочкой. И проезжала ГАЗ-21. Знаете, машина ГАЗ-21, высокая такая, Волга. Она едет медленно. Мы прижались к одной забору. Дети наши к другому забору прижались, и пропускаем машину. И вот машина едет, и эта девочка, ей четыре или пять лет, она вдруг под машину бросается, под машину. А водитель не видит, потому что капот выше, чем ее голова. И он через нее. Понятно, мать, исторический крик, вопль такой страшный. Хорошо, что все благополучно закончилось. Он проехал, она поместилась между колес, между колес. Он над ней, можно сказать, проехал. Она высокая, машина такая, ну, просто протерла ее, вытащили ее. Понятно, водитель сразу остановился, вытащили ее. И я потом спрашиваю, Люба, а в чем дело, как это понятно? Она говорит, это видики, это телевизор. Она то со второго этажа прыгать, то лопаткой брата может по голове ударить, то под машины бросаться. И я сразу вспомнил, Ваня, это мир, ничего общего. И вот, друзья, вот эти границы, кто должен устанавливать? Мы должны устанавливать родителей для этих детей. Тогда, когда у нас контроль в отношении мобильных телефонов, говорит, нет, ты не будешь иметь смартфон, у тебя будет кнопочный телефон, ты еще не член церкви, да? Или еще другие границы. Друзья, этих границ может быть сотни, но за эти границы мы отвечаем. Представляете, что было бы с государством, если вдруг в какой-то момент стал бы правитель, сказал, я добрый, пускай все, кто хочет, приезжает, кто хочет, уезжает. Что было бы с этим государством? Хаос, беспорядок, революции, насилие, зла много было бы. Есть границы, есть границы в церкви, есть границы в семье, и за эти границы мы ответственны. В Слове Божьем я нашел некоторые места, которые сказано, вот Гедеон поразил стан, когда он стоял беспечно. или сыны Дановы вышли против народа спокойного, беспечного и побили его мечом. Друзья, вот эта беспечность, тогда, когда, да ничего страшного, вырастут, поймут, да вырастут, они станут такими же, как этот мир. Сейчас надо ограждать, сейчас надо контролировать, сейчас надо помогать детям выставлять эти границы, и чтобы они знали границу допустимого. Потому что все равно какие-то границы будут, но эти границы будут такие, которые осквернят наших детей. Следующие, братья и сестры, здесь сказано, напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете. Думаю, это тоже очень важно для христиан, рано вставать, рано вставать. Особенно отец, он должен рано вставать. Помню, один брат-служитель с нами когда беседовал, Яков Григорьевич Скорняков, он так говорил, братья, муж – это глава, вот тогда, когда вы утром встаете, у вас что раньше встают, ноги или голова? Нам так вот доступно объяснялось, что сначала должны голова вставать, а потом ноги встают. Для меня так оно было тоже важно, что это очень хорошо, когда муж может вовремя, пораньше детей встать. И дети, когда встают, они видят, что папа уже почитал или читает, молится, что он вообще не с Богом. У нас, наша спальня, так через стенку с умывальником, я скажу, каждый раз, когда я утром слышу, что в умывальнике кто-то уже детей умывается, мне уже стыдно. Мне стыдно, что кто-то встал раньше меня. Ну и надо бывает, они очень рано встают, там на учебу или еще куда-нибудь на работу. И скажу, для меня это очень неприятно. Я думаю, что это нормальное состояние, когда мы рано можем вставать. Сказано, вот Авраам, он встал рано. Много раз говорится об Абураме, он встал рано. Он сказал Господь Моисею, встань рано. Манну собирали, вставая рано. Ты опоздал, все, будешь на сегодня голодным, да? И исключений не было. На два дня нельзя было собирать. Иисус Новин, Гедеон, Давид сколько раз говорит, рано услышь голос Мой, да? Я встану рано. Сам Иисус вставал очень рано, шел на гору тоже помолиться. Друзья, это очень хорошо. Бог дал нам эту возможность вставать пораньше. Это очень хорошо, друзья, когда мы приучились к дисциплине, встать для того, чтобы побыть с Богом в общении, спланировать день сегодняшний. Хорошо, когда с женой можем вместе тоже спланировать день сегодняшний, где-то за завтраком вместе с детьми спланировать тоже, дать какие-то поручения, выслушать от них что-нибудь вечером. Даже если утром не получается, по крайней мере, один раз в день, ну, по крайней мере, у нас в семье, мы стараемся, чтобы хотя бы один раз в день мы могли всей семьей собраться для того, чтобы немножко анализ сделать. И вечером молитвенный час. И последнее, друзья, пятое, сказано, вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. Дети, помните, мы такую песню поем, наша радость и счастье, дети, а порой они скорбь и беда, да? Друзья, это действительно так. Детки, они воспитывают нас. Это большая милость от Бога, когда есть дети. Вот у нас в церкви есть семья, у них 17 детей, а есть семья, у которых нету детей. И каждый раз жена подходит, когда она очередного ребенка хоронит или умирает, она плачет, и уже пятого она похоронила. И я не знаю, кому тяжелее, друзья. Наверное, и тем, и другим. И не иметь детей, это очень тяжело. Это очень тяжело. Я скажу, самая большая трудность, например, для меня, для нас, у нас в семье было не в том, чтобы принимать детей, а вот был момент тогда, когда с четвертым ребенком, я здесь был в Славгороде на курсах, это 28 лет назад, родился ребенок у нас, четвертый. И у нас вообще вопрос стоял, ну, каждый год детки, никого родственников нет. Экономические трудности. Я служение совершаю при свитере, дома часто не могу быть. Господи, ну, почему ты? Каждый год, каждый год, старшему пять лет, уже пятеро детей. Вот. Я скажу, что сложность оказалась, сейчас, когда я назад оглядываюсь, сложность, она не в том, что много детей, а сложность в том, что как ты это воспринимаешь. Получилось так, что Господь, видимо, видел, вслух мы это не высказывали, а в душе, видимо, мы уже устали, и Господь это видел. И через несколько недель после рождения ребенка жена попадает в больницу. У меня вот этот четвертый ребенок на руках, которому всего несколько недель, жену в больницу не ложат, в роддом ее ложат. И она очень, она умирает. Она, напомню, написала мне на трех страницах исповедание, говорит, Ванечка, прочитай, это на братском совете, мое покаяние, мое исповедание. Если я уже не вернусь, встретимся вечером. Ну, такой вот, знаете, я этого ребенка не знал, что с ним делать. Он худенький, маленький. Брат-служитель говорит, я когда посмотрел, я понял, что он не жилец. Я одной сестре отдаю, говорю, сохраните его. Мне нужно их жене. И у меня еще трое детей. И никого же дома нет, кто бы мог бы помочь. И вот, интересно, момент у ее в жизни был такой, когда она уже на грани жизни и смерти была. И все-таки Господь сохранил ее жизнь. Интересно, она вернулась домой, ну, врач ей там сказал, пожалуйста, у вас такой серьезный диагноз был, минимум три года, чтобы у вас не было детей. Будут все инвалиды. Это вам, я как врач говорю. Она говорит, как Бог даст. Ну, скажите Господу, чтобы он три года вам не давал. И жена приходит и говорит, так-то так рассказали. Я говорю, а как ты думаешь? Говорит, а я, я практически уже умерла. А теперь, вот все, что я дальше буду жить, это для Господа. Как Бог даст. Как Бог даст. И следующий ребенок рождается самым коротким интервалом. Еще меньше. Еще меньше интервал. Такое впечатление, что Господь испытывал, насколько. Вот. И я обратил внимание, когда жена сказала, через пару месяцев, что она опять беременна. Думаю, как она? Она только с больницы вышла. И еще только месяц прошел. Говорит, я в положении. Говорит, и как? И говорит, слава Господу, как Бог даст. Теперь, я на что обратил внимание? сложность не в принятии детей. Сложность в отношении к тому, как мы относимся. Когда я это принимаю, Богом это определено, и я это принимаю. Проблем нет. Но тогда, когда у меня в сердце бонд, тогда и одного рождать тяжело. Тогда и очень. Вот с этим коронавирусом, интересно, даже светский один врач, я обратил внимание, он так говорит, дорогие, говорит, самая большая проблема с коронавирусом, это страх перед коронавирусом. Почему нас иногда загоняют маски и все другое, все эти сотни раз руки мыть и все остальное, да? Говорит, страх перед коронавирусом. Он убивает иммунитет на 50%. Большинство людей, которые умирают от этого, которые жили в страхе, которые все собхлюняли, но от страха они первые заболевают. И вот, друзья, Господь дал нам упование на Него, доверие Ему. И дети, которые Бог нам, Он дает нам как награду. И Господь очень хочет, чтобы мы порадовались этому. Порадовались. Кстати, этот ребенок, которого врачи сказали, что он будет нормальным, он самый сильный, самый здоровый, самый большой, весит больше, чем я. Вот. Правда, я ему говорю, это, наверное, уже диагноз, давай немножко худей. Вот. Но такое впечатление, что Господь наперекор врачам сказал, я скажу последнее слово, за мной будет последнее слово, я определяю, кто будет здоров, кто будет больной, да? Вот. И скажу, что детки, это радость, с одной стороны, а с другой стороны, это воспитание. Они нас воспитывают, друзья. И в моей жизни было очень много таких моментов, где, знаете, я эти семейные проводил, у меня этих конспектов, десятки конспектов. Я вспоминаю, мы приехали с одним служителем, который постарше меня, в одну церковь, и говорят, проводите семейные. Я говорю, Ваня, у тебя 10 детей, у меня всего 5, проводи ты. Он говорит, как раз тебе и проводить. Говорит, а тебе? А мне, говорит, слушай. Говорит, пройдет еще пару лет, а они тебе дети закроют рот, и ты не будешь уже проводить. Я думаю, а как это закроют? А как? Вот так. Вот так. И, знаете, и настал в моей жизни тоже такой момент, который мне казалось, что я на все вопросы знаю ответ, я всем могу объяснить. Ну, один крещение принимает, второй, третий, четвертый, ну, все правильно, все идет, как надо. И вдруг в момент один из сыновей, который мне казалось, что самый послушный в семье, вдруг заявляет, папа, я ходить на собрание не буду. А он, я знаю, что если он сказал, он точно сделает. И все. Нога не переступила, несколько лет он не переступал в молитвенную еду. Это для нас было, знаете, периодом такого кошмара, в каком плане кошмар, что у нас никогда, я не представлял, чтобы в самом негативном сне, чтобы я матери когда-то такое сказал. И вдруг сын, и я так представлял, а что будет с остальными? Ведь они, остальные могут за ним пойти, да? Ну, и мы тогда с женой поняли, что слова бесполезны, говорить уже бесполезно. И мы поняли, что это разговор с нами. Бог с нами разговаривает. Нам надо проверять свои пути, свою юность, свое отношение к родителям. Много было покаяния, много была проверка, было за что просить прощения. Знаете, это были такие, как сказать, прекрасные годы, несколько лет, где Господь нас очень хорошо переплавлял. Если бы кто-то со мной беседовал, я не знаю, воспринял бы ли я, потому что я же все знаю, у меня все хорошо, да? А здесь Господь показал, что нет, у тебя не все хорошо, все, что есть хорошо, это ради меня. А если ты мною пренебрегаешь, у тебя все будет плохо. И я тогда понял, что, Господи, оказывается, я все приписал себе, оказывается, это твое, это все, что есть, это по твоей милости. И теперь я, Господи, я уже сам, уже ничего не знаю, окажи милость моему сыну. И сейчас он вместе со мной на курсах, и я думаю, это милость уже, Господа, уже, знаете, уже себе ничего не приписываешь. Иногда бывает, припишешь, и Господь говорит, тебе еще раз показать? Говорю, Господи, не надо. И к чему я это говорю, друзья? Дети – это наше воспитание. Моя бабушка, папина мама, в церкви был такой случай, одному брату, еще не семейному, что-то увещевали служителя его, а он не слушался. И она проходила мимо, и так служителю говорит, оставьте его, детки его воспитают. Я, знаете, каждый раз вот вспоминаю, вот, зачем ждать, когда дети будут тебя воспитывать, да? Зачем ждать, тогда ты в своих детях будешь пожинать свое упрямство, да? Или многое другое. Иногда Господу говоришь, Господи, да я же не был таким. А Господь говорит, ну, ты пожинаешь, жатва всегда, что он много раз больше. Для того, чтобы до твоей головы дошло лучше, я тебе даю жатву, да? Вот как, представляете, Яков, он обманул, там, там, лавана или обманул, а потом приходилось пожинать, как? Его обманули так, что потом 20 лет он был обманут, да? Это намного больше, намного тяжелее было, да? И вот, друзья, для чего это пожинать? А это воспитание. Господь с нами, Он знает, насколько у нас много испорченности, насколько мы своевольны, вот, и оно нужно, чтобы нас детки воспитали. И вот тогда, когда мы проверяем свои пути и смиряемся перед Господом, потом Господь знает, как с нашими детьми тоже управлять, ставить их на свои места. У меня этот процесс еще не закончился, вот, и тоже этот процесс проходит, и я доволен, я прошу Господу, Господи, дай мне твоих уроков не забыть. Я хотел бы, чтобы дети были действительно наследие, подарок. Я хочу тоже в твоих глазах получать твои уроки и тоже преображаться в твой образ. Мы друг друга воспитываем. Слава тебе, Господи, за это. И хотел бы, друзья, чтобы мы могли помолиться. О чем? Вот, чтобы наша жизнь семейная была восхождением, чтобы действительно окружающие люди, смотря на нас, могли бы радоваться, говорят, действительно они счастливы, действительно они возрастают в этом, в этом счастье. Жизнь их восхождения, дети, которые смотрели бы на нас, они тоже бы хотели бы, как недавно в одной семье, мне говорят, подходит девочка двенадцатилетия, говорит, мамочка, я замуж хочу. Мамочка, говорит, это еще очень маленькая. Мамочка, я тоже хочу, чтобы я была такая счастливая, как вы с папой. Но я к чему это, друзья, говорю? Вот некоторые дети смотрят на родителей, говорят, мы тоже хотим быть такими счастливыми, вот чтобы дети действительно увидели, что действительно родители счастливы. И тоже бы захотели и поняли бы, что это счастье не потому, что родители такие, это Господь делает нас таковыми, да поможет нам в этом Господь. Аминь. Аминь.